Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Около года назад познакомилась с молодым человеком в социальной сети. Проживал он в моём городе, в основном интерес ко мне проявлял он, и всегда как бы торопил события, что присуще его восточной национальности, скажем так. Мне это истило, но в то же время вызвало опасения о несказке или это всё. Человек говорит не очень хорошо по-русски, однако является гражданином миров. И конечно же я сразу уточнила о планах на будущее. Было сказано, что жить планируют в моём городе. Я очень чётко обозначил оппозицию, что ищу человека именно в своём городе и уезжать никуда не планирую. Этот разговор был связан с тем, что он рассказал, что работает в разных городах России. Всего мы видели сразу четыре, долгом не смогла его понять. Далее он уезжает в командировку в другой город, примерно за тысячи километров от моего. Наше общение, разумеется, продолжается преимущественно в сети. Вернуться он должен месяца через два-три, чётко назвать он и не может. На данный момент у нас существует уже порядка девяти месяцев, за это время мы виделись, если усреднить примерно раз в месяц. Пару раз съездил я, остальные разы приезжал он. Также мы съездили на его родину, он познакомил меня с некоторыми родственниками, говорит, что хочет на мне жениться, очень серьёзные планы, познакомился с моей мамой, хотя я не предлагал ему эту инициативу и его. Очень заботливо ко мне относится, всегда готов помочь, я всегда на связи. Постоянно пишет, звонит в видеосвязь, но есть одна сложница, не очень хорошо говорит по-русски. Мы обсуждали, сказал, как приедет в мой город, начнёт изучать язык. Сейчас у него очень много работы, но ведь время идёт, и хочется полноценно общаться, а нас это не получается. Он чаще молчит, да я сама по себе молчалива. Мне иногда тяжело случиваться его речи, так как она с ошибками, я ничего не могу с этим поделать, и пару раз немножко нагрубила, мол, не понимаю ничего. Я знаю, что было не права, с тех пор он закрылся, особо ничего не рассказывает. Хочется глагоклассного общения, мне очень дорог, я не хочу с ним ругаться, в то время хочу узнать его получше, мне мешает языковой барьер. Я не знаю, что делать, меня вымыты ли эти ватсапы, созвоны, тяжело так на расстоянии, плюс язык у него не совсем понятен. Насчёт языка, я не вижу смысла учить его язык, так как жить, и я, и он будем в РФ, ну и немного русский, он уже знает. Про его планы спрашивал, конечно, он хочет быть со мной всю жизнь. Доступки, да, например, сейчас он на больничном, заказал мне на дом продукты, а сейчас я на больничном, заказал мне на дом продукты, он тоже говорит, что хочет более качественно общаться, как приедет из командировки и займётся изучением языка, а правда, да, заметила, причём очень часто, также забыл это писать, что он очень ревнив, у меня коллеги-мужчины, он постоянно расспрашивает, о чём я с ним говорю, не нравится, если я с ним иду до метро после работы. Вы знаете, вот я не очень понял связи того, что я он будет учить ваш язык, с тем, что вы не хотите учить его язык. Здесь и сейчас изучение вами его языка очень сильно облегчило бы вам общение. причём не какое-то, знаете, ну, как бы, не какое-то, знаете, глубокое изучение языка, а именно вот просто даже самое, скажем так, поверхностное изучение языка могло бы вам помочь. Почему вы это не делаете, ну, честно говоря, для меня не понял. То есть вы как-то вот, на мой взгляд, себе противоречите здесь. с одной стороны, вы говорите, что хочется общаться и языковой барьер очень мешает, с другой стороны, вы не желаете сделать что-то, чтобы любым способом облегчило бы ваше взаимодействие. То есть, понимаете, да, дело не в том, где вы будете жить, а дело именно в том, что прямо здесь и сейчас это могло бы облегчить вам взаимодействие. Я не знаю, почему вы это не делаете, не я. Следующий момент, а вы бы вот как-то сформулировали любые свой запрос. То есть, я не знаю, что делать, что делать, чтобы что, да. То есть, ну, как бы очевидно, очевидно, наверное, что общение по сети вам не совсем подходит. Ну, то есть это, наверное, очевидно. То есть, как бы вполне возможно с этим связаны некоторые ваши психологические особенности, вот. почему вам не подходит общение по сети, допустим. Ну, как вот, как вариант, да. Может быть, это связано просто с вашим складом характера. Вот. Такое тоже может быть. То есть, тут нужно, мне кажется, смотреть. Смотреть более подробно. Но, повторюсь, есть только ощущение, что вы сами занимаетесь здесь больше пассивную, пассивную позицию. Вот. И, в самой по себе, в пассивной позиции нет ничего плохого, если только она вас устраивает. Ну, и, как бы, вопрос заключается в том, да, насколько устраивает вас. Ваша позиция, вот, ну, такая вот, получается, пассивная. На мой взгляд, не особенная цель. Далее. Вы, как бы, здесь глобально, вот глобально, в чем, на мой взгляд, заключается трудность. Что глобально вы, в отношениях, уже как бы ищите что-то. То есть, вы знакомились с человеком, потому что вам нужны отношения. Вот. Это плохое подспорье для выстраивания взаимодействий. Это плохое подспорье, потому что здесь сразу включаются некоторые ожидания. Вот. И, соответственно, здесь идет попытка подогнать человека под себя. Вот. Понимаете, да? Какая штука. И, хочется вас спросить, а из какого состояния вашего психологического, вы начали эти отношения. То есть, как они у вас, да, начали для вас. Вы говорите, я ищу человека, который живет в моем городе и так далее. То есть, ищу специального человека, но, простите, ищу в социальных сетях. Это означает ли, ли, что-либо, факт того, что вы знакомитесь с мужчинами в социальных сетях. Да. Это значит, что по какой-то причине вам знакомиться в социальных сетях легче, а может быть проще, чем в реальности. Либо у вас в реальности уже есть негативный опыт. Ну, я имею в виду негативный опыт знакомства. Негативный опыт. Ну, выстраивание взаимодействия, скажем так. И с этим нужно тоже работать, если такой опыт есть, если вы травмированы. Вот. С этим тоже нужно работать. Понимаете, как кажется? То есть, вы поймите, что как бы то, что с вами сейчас происходит, это не случайно. Вот. Это не взялось из ниоткуда. А вполне себе закономерно. Вот. Дальше. Вы пишете о том, здесь, вот в тексте, вы в своем, пишете, что, значит, вызвал опасения, что это не сказки. О чем это говорит? Это говорит о тревожности и о сложности доверительных отношений. И волей-неволей возникает вопрос. Откуда у вас подобная тревожность? Ну, то есть, опять же, да, опять же, был ли у вас какой-то опыт, который, ну, вот, ну, в этом смысле как-то вот научил вас, например, не доверять. Или вы, там, допустим, в принципе тревожный человек. Это не связано, ну, с опытом вашим, да? Отдельно. Вот. Опять же, вопрос. Что для вас означает то, что человек вам, например, вот эти все сказки обещает. Что для вас это означает? Потому что мне показалось, что вы ищете защищенности, стабильности. И, ну, пассивный человек, молчаливый и пассивный, да, он, вот, довольно часто к такому аспекту тебя действует. Дальше, вас как будто бы устраивает факт того, что человек нацелен именно на семью и на создание серьёзных отношений. Это, конечно, хорошо, но как быть вам самой собой с вашей реализацией, с вашим развитием и так далее, понимаете, да? То есть, соотнесите вот какой момент, и это, возможно, будет одним из ключевых аспектов. А я хочу человеку узнать получше, но не хочу учить язык. Не вижу смысла. Если я человеку хочу узнать получше, если человек мне дорог, если я его люблю, вы, кстати, не сказали, что вы его любите. Да я хотя бы на минимальном уровне, хотя бы просто словарный запас, элементарный просто словарный запас, просто написать слово, и вот чтобы понимать самые распространённые слова, изучил бы. Этого не делайте. И у меня вопрос, а хочется ли вам на самом деле человека узнать? Или хочется получить подтверждение, что он даст вам то, чего вы хотите? Это разные вещи. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. И по другому отдыхаю на канале! Дайте про ДМГ, спасибо за внимание! Продолжение следует...